Веселые хороводы, песни и танцы, сказочные гости и внимательные зрители. Все это было на праздники, которые приготовили для детей социально-педагогического центра города над Бугом. На волшебную сказку были приглашены и военнослужащие Брестского гарнизона. Уже на протяжении многих лет они приходят к этим ребятам, чтобы подарить им атмосферу новогоднего торжества и много сюрпризов. Новый год – это то время, когда хочется волшебства, хочется радости. Мы не могли остаться в стороне, чтобы не прийти к деткам, которые в силу определенного ряда причин оказались в непростой жизненной ситуации, чтобы подарить им немножко радости, теплоты, добра, пожелать им всего самого хорошего в наступающем новом году. Ежегодно мы приезжаем сюда, дарим детям, помогаем социально-педагогическому приюту, дарим детям подарки и стараемся им устроить праздник. Потому что, ну, наверное, иногда где-то не хватает тепла, где-то чего-то, мы пытаемся им это показать, рассказать и сделать. На праздник к детям пришли не только военнослужащие. Кикимора и Баба Яга прилетели на торжество без приглашения. Правда, портить новогоднее настроение не стали. Они загадывали ребятам загадки и водили с ними веселые хороводы. Я лечу, 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 лечу. Наши дети всегда нуждались во внимании. Чем больше этого внимания взрослые им оказывают, тем лучше наши дети становятся. Ну, а все-таки новогодние праздники – это особые праздники. Поэтому элемент, как я уже сказал, волшебства, он обязательно должен присутствовать. И пусть мы не волшебники, пусть мы просто взрослые люди, но мы любим наших детей. И мы хотим, чтобы те желания, которые они хотят воплотить в жизнь, чтобы они реализовывались. Веселый праздник не мог обойтись без Деда Мороза и Снегурочки. Для самых долгожданных гостей ребята подготовили новогодние стихи и порадовали их своими талантами. В лунной искристой дорожке струится серебряный снег. Пусть год принесет только радость и счастье на множество лет. Дарите друг другу подарки и теплые эти слова. Счастливого Нового года, счастливого вам Рождества. В завершении праздника детям вручили сладкие подарки, а еще подарили им настоящую сказку, от которой они были в восторге. Этот праздник был замечательный. Мы возили корободы, мы играли с Дедом Морозом, рассказывали стишки и играли с Бабой Эггой и Кикиморой. С праздником мы получили много хороших эмоций. Также мы понимаем, что этот праздник был больше как для детей, а не для нас. Но мы просто рады участвовать в этом, потому что мы для них сделали более его красочным, более ярким. Все, вот это чувство, это самое прекрасное чувство, когда ты для детей можешь что-то сделать. Но на этом сюрпризы не закончились. Вручили много подарков, которые нужны ребятам. Спортивная обувь, верхняя одежда. Кроме того, учреждению подарили бытовую технику, микроволновую печь и два холодильника, благодаря которым жизнь воспитанников станет приближенной к домашним условиям. Были немножечко сомнения проводить этот праздник или воздержаться в связи с этой обстановкой. Но увидев, как наши дети готовятся к Новому году, с каким удовольствием они украшают елки, пишут письма Деду Морозу, мы решили, что нельзя лишить их этого праздника. Поэтому Новый год состоялся, Дед Мороз к нашим детям пришел, и мы очень этому рады. Ирина Кузьмич, Игорь Бакунович, Александр Макареевич, телекомпания БУК-ТВ.